Доброе утро, девочки, цветочки! Нам понравилась вот эта вот коммуникация, когда мы выступаем не только в роли продавца, но еще и в роли помогатора, лекаря такого по растениям. У меня возникло жгучее желание иметь свое пространство, свое место, и постепенно-постепенно я к этой мечте пришла. Каждое растение требует определенного количества света, и естественный климат Беларуси не всегда может его дать. На помощь Карине приходят фитолампы. Лампы помогают, особенно в осенне-зимний период, когда день световой у нас короткий. Они просто помогают корнеобразованию, листьям хорошо расти, особенно если это такие растения, как суккуленты или кактусы, которые попросту в условиях недостатка света начинают деформироваться и теряют свою форму. Благодаря искусственным источникам света можно выращивать рассаду при полном отсутствии солнечных лучей или при их недостатке. Под дополнительным освещением семена быстрее прорастают, и взрослые растения спустя короткий срок дают отличные урожаи. В настоящее время в лаборатории тестируются светильники белорусского производства. Это новые современные светильники, учитывающие все потребности растения для фотосинтеза, фотоморфогенеза. Это полноспектральные светильники, включающие все области спектра. Цветовых спектров, фитоламп, огромное количество синий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, ультрафиолетовый. У каждого свое полезное свойство, которое поможет вам вырастить здоровую рассаду. На начальном этапе роста при прорастании для растений больше важен синий свет. Он стимулирует деление клеток, нарастание корней. В фазе цветения и плодоношения для растений больше важен красный свет. Поэтому это следует учитывать при подборе спектра светильника. Сегодня светодиодные фитолампы представляют передовой инструмент, позволяющий эффективно управлять ростом и развитием растений в условиях ограниченного естественного света. И являются неотъемлемой частью не только в цветочной сфере, но и в белорусском сельском хозяйстве.